Я просто мечтал бы в детстве о таких возможностях, какие здесь есть в Московском планетарии. Это было бы очень интересно и запоминающееся. Детство – это, наверное, самый главный определяющий период в жизни любого человека. Поэтому то, что дают родители, то, что мы получаем, общаясь с нашими друзьями, оно попадает в нас и рождает какие-то идеи, мысли, мечты, которые потом определяют всю нашу жизнь. Я в детстве рано научился читать. Одно время, помню, просто глотал книги одна за одной. Вообще у нас дома достаточно большая библиотека. Ее начали собирать еще мои родители. И вот одна из книг, которую родители приобрели, была книга Алексея Архиповича. Во сне я видел звезды, солнце. Они кружились вокруг меня хороводом. Солнце то приближалось ко мне, то вдруг улетало в сторону. И при этом я ощущал, как оно мне грело то одну щеку, то другую. Легкое касание. Открываю глаза и вижу перед собой Юрия Гагарина. Вставайте, гражданин! Вас ждут великие дела! Настолько яркие картины рисовались у меня в голове, настолько яркие представления, я о себе фантазировал. И после этого, конечно, загорелся идеей стать космонавтом. Но как-то вот увидеть путь, каким образом можно было в этой отрасли себя реализовать, конечно, у меня не получалось тогда. Жителю далекого города Хабаровского мечтать о космосе – это было что-то вообще совершенно нереальное. Для нас и Москва-то была очень далеким городом, чем-то вроде другой планеты. А мечта попасть в звездный городок, в отряд космонавтов – это было вообще что-то нереально фантастическое. Хотя уже такие мысли были, а вдруг? Да, было известно, что набирают из летчиков. Тем более, что я, можно сказать, потомственный летчик. У меня отец всю жизнь посвятил гражданской авиации. Дед был героем войны с Японией, военным летчиком, потом тоже работал в гражданской авиации. Поэтому у меня в детстве была мысль поступать в летное училище. Но так сложилось, что в детстве я был не самым здоровым ребенком. Был ряд таких заболеваний, выявленных по досковому возрасте, которые, ну, как я тогда считал, никаких возможностей у меня тогда не осталось. Я пошел другой дорогой, начал изучать компьютеры. Работа программиста – это, в первую очередь, решение задач. А решение задач, как правило, имеет очень много путей. И выбрать какой-то один путь – это во многом творческая задача. Изящное решение, или красивое, или запутанное. В случайности это события, о которых у нас просто недостаточно информации. Но уже в будущем, оглядывая свой путь назад, мы видим вот эти вот последовательности, которые привели нас к нашему текущему состоянию. Уже приехав в Москву, начав здесь работать, я попробовал прыгнуть с парашютом. Когда я занялся парашютным спортом, парашютисты все тоже регулярно проходят медицинские комиссии. И когда я понял, что вот все подростковые какие-то сложности у меня ушли, все нормализовалось, мысли о полетах, даже о космосе у меня вернулись. В новостях я прочитал о том, что объявлен открытый набор в отряд космонавтов. Я понимал, что есть огромное количество достойных кандидатов, и свои шансы я оценивал не очень высоко. Но я решил, что если я хотя бы не попытаюсь принять участие в этом отборе, то я потом буду жалеть всю свою жизнь. Поэтому я понял, что я буду готовиться, я подам документы, ну а дальше уже посмотрим, как все сложится. У меня была достаточно хорошая теоретическая подготовка. Поэтому для меня самой большой сложностью стала физическая часть отбора. Мне пришлось достаточно серьезно готовиться. Смотреть вперед! Практически ежедневно я выполнял разные физические упражнения, старался подтянуть свою форму. Постепенно, постепенно во мне росла, если не уверенность, то надежда, что я действительно могу с этим справиться, могу пройти весь этот путь. В России прошел первый открытый конкурс по отбору кандидатов в отряд космонавтов. Его итогом посвящена эта пресс-конференция. Надеюсь, она поможет всем нам понять, кого берут космонавты, а каких не берут. Каждый этап отбора, он был по-своему интересный, конечно же, сложный. Но вот лично для меня, наверное, все-таки сложнее всего было пройти именно медицинское обследование, потому что на этом этапе уже от тебя ничего не зависит. Просто ждешь результата. Здесь у нас очень интересный макет для создания невесомости. Показывает, наверное, единственный способ, каким образом можно смоделировать невесомость в условиях Земли. Это падение. Вот с момента междведомственной комиссии, которая отобрала восьмерых кандидатов в космонавты, среди которых я был, и до момента, когда стартовала ракета, прошло около 8,5 лет. Очень сложно описать как-то кратко, 8,5 лет. Вот возникла невесомость, и мы видим, как, когда платформа свободно падает, все объекты внутри нее находятся в состоянии невесомости. Первое время, когда я просыпался утром в «Звездном городке», понимал, где я нахожусь, чему я буду учиться, что сейчас мне предстоит, ну, какое-то время немножко не верилось. Я думал, не сплю ли я еще, может быть, это часть сна. Безусловно, жизнь изменилась полностью. Главное качество, которое необходимо, это терпение. Работа космонавта связана с огромным количеством учебы, тренировок, различных видов подготовки, в которых приходится преодолевать достаточно много сложностей. И без терпения, без настойчивости, без целеустремленности может быть очень сложно пройти все эти испытания. Так, и вот у нас ракета заряжена. Получается, ракета на водородном двигателе. И теперь мы этот водород поджигаем. Настоящая ракета стартует очень плавно, мягко, и вот таких вот резких ударов и хлопков, конечно же, нет. В нашей жизни удача играет достаточно большую роль. Какие-то события происходят независимо от нашего выбора, от нашей воли. Каждый, кто приходит в отряд, он понимает, что до полета может пройти очень много времени. Были случаи, когда люди ждали первого полета по 17 лет. Безусловно, были моменты, когда возникало сомнение, справлюсь ли я. Но каждый, наверное, находит какой-то свой ответ на этот вопрос, зачем он здесь. Но все, кто этот путь прошел, они этот ответ нашли. Ракета серебрилась от иния и чуть дымилась, уже готовая подняться. Зажигание. Послышался шум, и корабль задрожал. Подъем. Шум превратился в мощный гул. И незаметно для нас корабль с ракетой отошел от стартового стола. С каждой секундой увеличивается перегрузка. Скорость растет. Нас немножко покачивает и чуть-чуть вращает. Впечатление – ты в мягком вагоне поезда. Только перегрузка говорит, что это не так. Когда первый момент, ты смотришь в иллюминатор корабля, и вот видишь горизонт нашей планеты, и понимаешь, что это уже не картинка, не фотография, сделанная спутниками, а ты видишь своими глазами, это производит очень сильное впечатление. Там в космосе можно увидеть, насколько это действительно тонкая граница между пространством космоса, практически лишенным жизни, и глубиной нашей планеты. Вот между этими двумя огромными ничтон находится тоненький слой чего-то живого. Такая тонкая пленка, покрывающая поверхность нашей планеты. И вот часть этой пленки – это мы. Невесомость – это очень неестественное состояние для организма. Убивайтесь в мазе, в мазе. Но, с другой стороны, удивительно, насколько широки наши возможности приспосабливаться к разным условиям. Вот уже где-то через 4 месяца я стал забывать, где я нахожусь иногда. Как будто я нахожусь где-то на земле, просто в замкнутом пространстве. Но здесь мы четко знаем, где низ, мы постоянно чувствуем притяжение планеты. А в космосе у нас остаются только визуальные ориентиры. Поэтому мы привыкаем, что вот эта плоскость – это у нас будет пол, здесь у нас будет право-лево. Земля заранее планирует наши работы. У нас есть четко время подъема, время отхода ко сну. И весь день расписано практически по минутам. Поэтому нам постоянно приходится привязываться ко времени суток. И вот то, что происходит снаружи, вот эта постоянная смена дня и ночи, она уже как-то отходит на второй план. Вот это очень интересный, я бы сказал, красивый такой объект – плазменный шар, через плазму проходят электрические разряды, такие маленькие молнии. Но то, что мы видим с Земли, нам кажется, что это очень редкое явление. Между молниями может проходить период даже в несколько минут. Но наблюдая их с орбиты, частота молнии бывает очень-очень высокой. То есть мы постоянно видим как бы переливающиеся электрические разряды внутри облаков. Уже на этапе подготовки было известно, что, возможно, мне придется остаться на орбите на год. Конечно, с какой-то стороны было немножко волнительно, потому что год на орбите – это очень серьезное испытание. Ну что, Олег, полетели в новый модуль? Полетели. Но с другой стороны, у меня было такое как бы задор. Хотелось проверить свои возможности, я справлюсь ли я. Суть на сфотографическом анализе. Тем более, что заранее было известно, что на этот год выпадет очень много интересных событий. Это и прием новых модулей, и проект «Вызов» со съемками в космосе. Ну, как всегда, при съемках фильма было очень много дублей. У нас даже сложилась такая шутка, что когда Клим говорит, что «Ну, все хорошо, вот сейчас снимем еще один дубль и все», это значит, что еще дублей 10 мы будем снимать точно. Здесь довольно интересная модель МКС, очень похожая на настоящую международную космическую станцию, очень детализированная. К выходу в космос мы готовимся очень долго. Как правило, это происходит уже через какое-то время после прибытия на борт. И это как бы получается уже такой следующий шаг, следующий этап в понимании, что такое космический полет. То есть, когда ты видишь вот эту бездну, бездну космоса, уже через... просто забрало своего скафандра, даже не через иллюминатор. Конечно, вот самый первый выход, он физически был и самый тяжелый, а второй выход уже был гораздо легче, и организм уже понимал, что ожидать от этой работы, несмотря на всю ее тяжесть. Конечно, остается не так много времени, когда можно просто подумать о чем-то своем, только какие-то моменты отдыха. Подплываю к люку, высовываю голову и вижу бескрайнее черное небо и звезды. Их гораздо больше, чем кажется с Земли. Здесь они ярче и не мигают. Я первый вижу космос с миллиардами звезд, не из корабля, не из иллюминатора, а через светофильтр скафандра. В наушниках слышу. Леша, начинай выход. Понял. Я пошел. Назвался космонавтом, вылезай в космос, подумал я. Полет в космос – это была, конечно, очень важная, сложная, в какой-то момент далекая, потом постепенно приближающаяся цель, но кроме нее есть и множество других. Все, бери. Цель, наверное, та же самая, что и у всего, что делают люди. Это наше будущее, наше продолжение, наши дети. Все, что мы делаем, мы делаем ради них. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова